здравствуйте в краевой библиотеке имени шишкова состоится презентация книги яблоко от яблони герман фоменко и другие опровержения ньютоново закона все нас в гостях автор этой книги известный российский режиссер и актер алексей злобин здравствуйте алексей здрасте владимир небезызвестный по правилам в этом кругу уже безусловно познакомиться сделать вас известным даже может быть знаменитым я думал откуда же пойдет моя слава да та самая да конечно с алтайского края еще откуда шукшин откуда калашников откуда роберт рождественский прочь прочь так что это неплохая знаете ли галерея совершенно этой компании готов почувствовать себя прекрасно да алексей название книги у вас скажем так неординарная неожиданная я даже помню я пришел как-то в магазин москва и говорю вот небо вот эту книжку спрашиваю я администратора который в поисковике срока простите это про огород или это в разделе физика почему физика у вас же написано ньютонова закона вот и я очень рад что она широко может быть востребована в силу именно этого так обтекаемого названия про не не от осины апельсины а яблоко от яблони здесь вы тоже в хорошей компании потому что владимир майковский в такую же ситуацию похожую ситуацию попал у него знаменитая книга есть простой как мычане а вот и эту книгу он тоже долго не мог найти на на прилавках пока ему не сказали что это где-то в разделе сельского хозяйства там и прочее 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 то есть так что это тогда подразделяли для литературу по полочку если и все таки такие имена с которыми вам посчастливилось скажем так работы да ильдар рязанов алексей сакуров александр александр сакуров алексей герман старший петр фоменко каким образом судьба вас водила вы там как актеры выступали как там не знаю помощник режиссера то есть вот давайте прям буквально начнем с эльдара рязанова эльдаром рязанов скорее стоит закончить потому что это был уже альянс такого многоопытного второго режиссера лёша злобина я приехал из питера в москву и сразу попал на картину николая лебедева волкодав и мы отсняли огромную эту эпопею такой был серьезный сложный постановочный проект сильно контрастировавший с тем средневековьем которые мы снимали алексея юрьевича здесь было такое сказочное былинная славянское древнее какое-то поселение на алтай очень много поклонников этого славянского фэнтези так что я думаю сейчас наши телезрители в восторге да да и маска да да и в этом да в этом смысле москва для меня началась вот такой сказкой николая лебедева а потом быстро перешла в сказку эльдар саныча рязанова который уже снял часть своего фильма андерсон и меня позвали к нему в качестве второго режиссера второй-второй на площадку да то есть рука тот кто бегает с мегафоном кричит все любят или не любят которого все безусловно любят но знаете издержки профессии заключается в том что когда ты приходишь домой вечером после съемки то первое что ты совсем не можешь никак воспринимать это собственный голос он тебя начинает раздражать вот вы наверное не знакомы с этим потому что вам не приходится орать в камеру а тут ты приходишь домой и перед тобой стоит жена прекрасная артистка ирина евдокимова это ира ужина лёша 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 ты ты на работе да ты не на площадке спокойно здесь нет 200 человек и прочее потому что посыл покрыть энергии большую съемочную площадку это как раз от германа и школа суровая и настоящая она очень меня выручала и в том числе ульдара санча рязанова с которым когда мы познакомились он спросил меня где я собственно получал опыт и я сказал про герман он сказал суровая школа вот но у вас еще говорит все спереди в каком смысле так я засмущался будучи еще достаточно юным уж по крайней мере в сравнении с эльдар санычем он сказал так мне когда-то сказал из энштейн при нашей первой встречи у вас юноша все еще спереди это последний был фильм да по моему последний фильм резанута после этого он снял еще карнавальную ночь 2 но это такой телевизионный проект новогодний а фактически да рязанов был андерсон был последний рязановский два этих ну скажем так титана да герман и рязанов действительно отличаются школы получается одна питерская другая московская школа можно так разделить нет нельзя потому что во первых здесь нет таких особенностей питерская кино питерская школа кино и московская школа кино нет таких особенностей хотя москва и ленинград и петербург они всегда делились балетная школа филологическая литературно конечно и какая угодно в кино это не так в кино конечно все определяется особями и личностями эти миры но ни в чем совершенно не сходится потому что эльдар саныч он и во многих других всяких разных аспектах тоже даровит и прекрасен был и радовал нас и своими книгами и прекрасными журналистскими работами до передачами до разных людей и прочее прочее он был такая популярная личность да а герман это конечно был кинематограф и в этом смысле наверное альпийская фигура который алексей его фильм трудно быть богом называется самым слона наверно самым сложный фильм не только в его биографии может быть даже в нашем российском кинематографе да мнение любителей знатоков и ценители но я знаю поклонников даже его творчество разделилась вот строго на напополам кто принимает этот фильм кто нет сложно было работать и как вы воспринимаете этот фильм то есть он он ведь очень сложно на самом деле философский пророческий я не могу сравнить допустим свою работу на одном фильме герман с работой на другом фильме герман то что то что я нет я работал только на одной картине на трудно быть богом работа для меня началась в девяносто девятом году и дальше с большими или небольшими перерывами продолжалось до фактически наверное двенадцатого года и сложно работать но для того чтобы это коротко рассказать я написал 104 страниц книжка яблоки от яблони да о том что это было и главное что это было невероятно захватывающе интересно полезно это была настоящая школа потому что в германе ведь часто знаете режиссер такой свой закрытый мир как например александр николаевич сокуров да это художник с которым трудно было получать какой-то опыт но кроме общего кинографического опыта потому что он существует абсолютно сам и в создании своего киномира и своих кинообразов он не раскрывается это закрытая герметичная совершенно художественная личность да герман наоборот он весь был развернут на съемочную площадку на людей на процесс с кем он создавал эту картину там не могло быть ни одного личного человека на площадке даже рабочий какой-нибудь он все равно был включен в процесс все равно все участвовали и в этом смысле очень полезный был опыт и более того вот что касается ленинградской школы или там московской школы германа театральное образование да он учился у сан саныча музеля и они были с моим отцом однокурсниками герман и мой отец они учились у одного мастера и поэтому для меня сразу язык алексея юрьевича это был язык родной это а музиль ты уж был профессором который в свое время воспитал несколько поколений главных режиссеров театров страны он сам может быть был режиссером как художником не самого высокого и яркого уровня не случайно да не наслухое это ими в качестве режиссера рядом были вивьен там рядом был начинающий товстоногов в бдт и так далее но музиль был гениальным педагогом и курс который собрался тогда в 50 наверное там не знать четвертом третьем седьмом году сейчас точно не скажу это были замечательные совершенно режиссеры это был алексеевич герман мой отец был телевизионным режиссером прекрасным это был сударушкин основатель кукольной кафедры и кукольного театра бтк в ленинграде это был аркадий фридрих чкац замечательный режиссер последний с курса кто а еще жив и б в абсолютно мощной профессиональной форме ставит спектакль по всей стране встретить этого в почтеннейшего возраста человека с чемоданчиком на белорусском вокзале который едет на очередную постановку в какие-то российские дали прекрасно и герман сразу для меня стал школой как проговариваемой профессией потому что первое он он сразу дал задание сделать этюд по варламу шаламу возьми любой рассказ мы тебе дадим камеру оператора и найди человека который бы рассказал историю шаламовскую как свою я сняла один я снял второй такой вариант а потом он попросил сделать сцену из непосредственно уже повести стругацких и тут я срезался потому что я не знал многих особенностей кино и я был театральным режиссером я заканчивал маховую там же ту же который заканчивал и алексей юрьевич и я позвал двух замечательных артистов малого драматического театра и с ними у меня было всего четыре часа времени я понимал эти условия что всего четыре часа времени вот павильон и снимал обоих поскольку я позвал двоих один играл так другой играл иначе и через четыре часа я побежал отдавать кассету герману вернее светлане и гривне кармалите его супруге сценаристу и помощнику всю его жизнь и она мне задала тогда самый главный вопрос собственно с чего начинается книга как роман а этот роман это борьба за то что алексей юрьевич я режиссер я режиссер а лёшка я не хочу чтобы ты был ассистентом ассистентов не так хватает я хочу чтобы ты был режиссером и она сдала мне очень точный вопрос который я потом быстро понял но осмыслял уже в течение всей огромной эпопеи взаимоотношений с алексею юрьевичем она спросила ты уверен что снял как хотел я даже не ставил себе этого вопроса меня было четыре часа времени что вы же понимаете условия которые вы мне сами задали четыре часа и потом я понял что я встретился с человеком с миром с художником с каким-то вот таким я сейчас даже не подберу этого точного слова исчерпывающего но герман снимал только так как он хотел и пока он не добивался этого результата и в итоге это вылилось в 15 лет работы да и можно говорить о том спокойно совершенно формально он не завершил картину по отирал что другого сын по моменте смонтирована картина полностью алексея юрьевичем большая часть всего озвучание было им сделано но не был осуществлен этап финальной работы на которой режиссер последний раз рожает фильм это сведение звуковое это когда сотни дорожек звуковых в огромном зале сводится в одно звуковое полотно для германа невероятно важно было как работает звук в его картинах если вы сконцентрирует свое внимание именно на этом аспекте вы услышите что например дальнеплановая фигура может звучать первоплановой репликой да или наоборот два человека о чем-то говорят на первом плане но важна какая-то деталь кто-то прошедшие сзади или что-то еще он выстраивал совершенно другую контрапунктную звуковую палитру алексей юрьевич и вот когда соединялись эти видео и этот звук возникал тот самый удивительный мир слушать вас одно удовольствие я можно чтобы сразу не забыть как вы считаете сегодня кто-то из режиссеров может себе позволить снимать так кино как снимал алексей герман по времени по финансам по желанию когда мы приехали в чехии в замок точник на первый съемочный экспедиционный период картины там был молодой администратор а я был молодой командир на площадке то есть человек который бегает и разруливает все и герман не фире галежка мотор площадку то есть возбуждая эту энергию рабочую то что есть определенные скорости на которых что-то может происходить и я помню что я ношусь бегаю что-то организовываю а во многом моя работа командира на площадке связаны именно с административной частью нужно что-то во время принести перенести какую-то бочку там поправить декорации за это все уже отвечает администрация они должны выполнять точно эти распоряжения вот стоит так покуривая администратор не буду называть фамилии неважно потому что он был прав я подбежал и он стоит так не особо шевелясь не бегая о кино это место где все бегают я подошел к нему и говорю что ты говорю стоишь здесь он это четко надрываешься он так как он снимает не снимает уже больше никто он последний кто так снимает кино я так тогда оскорбился на эту фразу потому что она была для него легитимный легитимным оправданием лени какой-то инерции тот чего я не переним не переношу вот чему собственно говоря герман научил в кино потому что если уж ты пришел на это место встал будь добр и завернись и выложи все иначе зачем ты здесь провел это время своей единственной жизни которая тебе богом отпущена но он оказался прав потому что последним кто так снимал это был герман другое дело что можно поставить большой серьезный философский вопрос а данные такие вседозволенные там 15 лет времени бесконечное субсидирование государством этого процесса и так далее может быть художнику все-таки нужны какие-то рамки потому что все прежние картины они были ограничены временем а были ограничены сметами и так далее и так далее но здесь это уже очень сложно рассказать эту историю поэтому и книга написана поэтому и не меньше чем по два-три часа я встречаюсь когда с людьми рассказываю про то как это было потому что сочетались очень многие элементы и трудно ответить в какой-то момент случилась картина или не случилась картина но то что она то что она еще не увидена и не прозвучала в том содержании в каком могла бы прозвучать об этом я говорю ответственно просто не буду сейчас долго мотивировать это безусловно так вопрос другое время покажет прозвучит ли она не не в ее социальном смысле именно в его художественном значении а сакуровым на какой картине работали это была картина молох про гитлера первая картина его трилогии про великих тиранов современности и да вот это был девяносто восьмой год страшный год дефолта летом да мы снимали только что александр николаевич закончил картину восьмисерийную из жизни моряков на северном флоте документальную и мы встретились и он попросил первое мое задание было он попросил работу с литературными источниками для той еще документальной картины я помню первое что он просил сделать это перечитать прочитать тогда впервые на самом деле это чеховский сахалин потому что ему нужно было много всяких разных цитат и ассоциации он связывал два эти времени чеховского сахалина острова и этих морских будней в северных морях и потом он начал работать над картиной молох тоже была невероятно интересная история с большим количеством открытий но естественно была гораздо короче например очень интересный момент психологически для нас естественно детей с памятью о войне принятых от родителей и дедов да но кто такие гитлер геббельс и так далее так далее а когда вдруг эти люди становятся персонажами с которыми ты работаешь и например было такое задание нужно было вот перед тобой телевизор на нем шестой съезд нацистской партии речь гитлера а рядом стоит актер леонид мозговой и нужно было с ним работать чтобы он снимал пластику и мимику гитлера кстати страшно интересно увидеть как работало что у гитлера что у геббельс они оба были артистами они брали уроки они учились этим этим ораторским делам и это и когда ты вдруг понимаешь в чем основа этой выразительности на каких жестах рассчитанных все это построено на какой мимике и так далее я помню когда вдруг мы смотрели потом уже где-то на второй месяц работы подогдавительные смотрели какой-то материал где вдруг мелькнул геббельс в толпе с каким-то определенным каким-то жестом своим да ой ой геббельс смотрите вдруг боже мой что я говорю в какой неожиданно когда когда это становится уже предметом художественного интереса ты меняешь оценки естественно конечно не меняя отношение к этим ругали да помните то есть критика ругала сокурова за этот фильм да что слишком очеловечил он гитлера да но не то что он сделал его героем положительным а вообще в принципе то есть до 90-го года у нас все таки снимались фильмы большей части что немцы фашисты они такие глупые они не люди и так далее и тому подобное а здесь еще страшнее что показал гитлера в общем то человеком да как человеком он говорил как мне кажется да все таки он исследовал мелочное содержание масштабной исторической личности так или иначе да потому что весь его весь его гитлер гениально сыгран леонид павловичем мозговым это все таки клубок рефлексий и мелких черт страхов тревог и как раз об этом и вопрос насколько в безопасности находится государство в в основе которого вот такой вот собственно говоря червячок исполненный страхов тревог волнений комплексов и допустимо ли это вообще может ли такое происходить всех удивило что героем стал целого фильма именно гитлер там все люди же у нас не подготовлены были ко всему этому то есть а так конечно фильм прошел испытание временем и сейчас конечно же киноклассика безусловно мировая алексей я вас прерываю большое спасибо вам за беседу приезжайте к нам почаще в первый раз барнауле на алтае на алтае я второй раз мы приезжали сюда как раз кино экспедиции выбирали на туру для фильма в 2004 году но из барнаула быстро выехали в горно алтайск алексей ну всех приглашаем на презентацию вашей книги которая пройдет 19 марта в четыре часа удачи вам и приезжайте к нам почаще я жду прекрасных людей потому что ради них я сюда собственно говоря и приехал спасибо спасибо я напоминаю что нас гостях был известный российский режиссер и актер алексей злобин мы говорили о его книге яблоко от яблони герман фоменко и другие опровержения ньютоново закона спасибо за внимание до встречи